Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Этот случай произошел со мной в городе Балашихе. Служил я там... Или Балашиха. Правильно, Балашиха. Прямо там, где сейчас горит, это авиационный завод. Ты все про экономику. 85-й год. Михаил Сергеевич Горбачев запретил водку и вино. Ну, ввел так называемое маратуре. Да, сухой закон. Где еще молодым мужикам? Вот вышли мы со службы в 7-8 вечера. Где еще там по 100 грамм? Ну и плюс еще хочется в это самое. И к этим 100 граммам всегда возникает желание женщин не очень тяжелого поведения. Ну, выходим. Доезжаем на автобусе до этого ресторана. Заходим в ресторан. Здрасте, добрый вечер. Там все. Конечно, в магазин спиртного не купишь. В ресторане, пожалуйста. Ну, правда, это не дорого, но денег было. Садимся, отдыхаем. Знакомимся с дамами. Не обремененным тяжелым поведением. Да, да, да. С пониженностью. Соответственно. И одна из них меня там часам где-то к 11-12 приглашает. Говорит, ну, поехали ко мне. Берем такси, едем к ней. Интересно, ее дом расположен был. Есть там то ли литейно-механический завод, то ли автокрановый завод. Вот там два завода рядом, в Балашихе находились. И вот аллея от центрального этого Горьковского шоссе метров около километра. Вся выставлена вот этими барачного типа двухэтажными домиками. Это вот у нас в заводском районе. Слава не у нас. До сих пор живут люди в таких домиках. Понятно, понял. Ты мне нанес на второй этаж. И, представляешь, я с ней всю ночь морально разлагаюсь. Хотя я в тот момент был даже членом КПСС. Морально разлагаюсь, морально разлагаюсь. Знаю, что мне к 7 на работу. Время 6. Я закончил морально разлагаться, но организм крепкий. Тебе тогда сколько лет было? 21 или 22. И так это... А пока разлагаюсь, я смотрю, дома мужские вещи присутствуют. Там двухкомнатная квартирка небольшая. Я говорю, а ты чего это? Да это муж. Ну как муж? Да муж, вот и муж. Я говорю, ладно, муж. А где муж? А муж шофер-дальнобойщик. Вчера уехал в рейс. Я говорю, ну ладно. И вдруг под окном, а лето, жарко, по-моему, начало сентября. Вдруг гудит КамАЗ, останавливается. И такой сигнал идет. И дымит еще этим соляркой. Открытое окно со второго этажа выглядываю. Она говорит, это муж. И что, у нее рейс не удался. Я уже успел надеть галифе. Надеваю сапоги. По пояс голый. Рубашка вот эта офицерская, ну с погонами, все. Куражка и галстук. Вот три предмета, которые я не успеваю надеть. Я просто выбрасываю их в окно. Ну будучи там неплохим. Со второго этажа, да, там невысоко. Будучи неплохим гимнастом, там, акробатом, скажем так. Перевешиваюсь через окно. Вешу на руках, спрыгиваю на первый этаж. Ну, на землю. Бегаю по газону, за которым стоит КамАЗ. А муж зашел в подъезд. И не нахожу. Фуражку нашел, галстук нашел, а рубашку не нашел. По пояс голый на газоне. Фуражки и в галстук. Фуражки. Галифей и сапога. Галифей и сапога. Сапоги глаженные, начищенные, такие ужас. Хромые. Да, ну что, парадные. А рубашки нет, посмотрел, а рубашка на дереве висит. Зацепилась. И вот я как обезьяна. Хватаю палки с земли всякие, кирпичи, что можно. Камки земли, начиная сбивать свою рубашку. Хорошо муж, поднявшись в квартиру, не выглянул в окно. Ну, а, короче, и тут в этот момент народ начинает идти на фабрику. Вот, помните песню про эту, ту заводскую прокуратуру? Да, чтобы люди пряты на меня. Толпа народу прет мимо меня, смотрит на меня. Стоит офицер в галифе по пояс голый, с фуражкой в руке. Я не стал ее на голову надевать, подумают, сумасшедший. И сбивает рубашку с дерева. Они не понимают, что они сбивают. Просто стоит мужик в полувоенной форме и палки, и кирпичи бросает на дерево. Сбил, надел, на службу не опоздал. Настоящий офицер. Да, настоящий офицер. Поэтому подписывайтесь на канал New Rush World. Ставьте лайки, мы вам расскажем еще много смешных военных историй. Ребята, с нами будет интересно. Будет.